всем привет с вами дмитрий урсул это новый выпуск quick news в котором мы поговорим с вами о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования за последние две недели и давайте начнем сразу с первой новости в прошлом выпуске я уже рассказывал о новом обновлении logic 10.7 и также ссылался на большой обзор этого обновления у нас на канале logic pro help если еще не смотрели обязательно посмотрите и я уже столкнулся с несколькими проблемами после обновления сразу это было непонятно спустя несколько дней работы выяснилось что оказывается есть косяки при работе с сторонними плагинами то есть от сторонних производителей в частности от slay digital я также изучил разные западные форумы и у меня ни у одного такая проблема очень многие пишут на reddit также пишут в поддержку apple support тоже по поводу logic pro 10.7 основная проблема связана с тем что плагина от slay digital очень дико тормозят они в первую очередь тормозят когда с ними работаешь то есть все кнопки все ручки когда ты прямо до них дотрагиваешься прям чувствуешь задержку не знаю в несколько миллисекунд прежде чем что-то произойдет на экране это дико неудобно но это было бы полбеды если только это но самая большая проблема в том что те проекты внутри которых используются слой digital но все случае я заметил только эти плагины возможно и есть проблемы с другими разработчиками так или иначе эти проекты для загружаются очень долго прям ну прям от реально долго то есть если у меня обычно загружается все там от 30 до 40 до 50 секунд и самый кита очень навороченный проект с кучей дорожек с кучей плагинов то здесь даже буквально пару плагинов и состоит в проекте то все прям заметно долго грузится то есть там видно как на строке состояния каждый плагин отдельно подгружается удивительно но вот какой-то такой косяк кстати слой digital пока никак это не прокомментировали но они всегда очень долго реагируют обновление пока от них тоже нету от logic тоже обновлений нету потому что я уже сейчас жду 10.7.1 который как правило испал исправляет вот эти все косяки и вообще видно что apple немножко торопилась и выпустил эти новые обновленные по как раз под выход новых макбуков о которых мы тоже же прошлом выпуске говорили в общем есть косяки есть проблемы поэтому если вы еще не обновились я советую все-таки чуть подождать особенно если у вас есть много сторонних плагинов и касаемо mac os monterey который тоже недавно у нас вышла 25 октября если кто еще не обновился тоже под подождите с обновлением потому что некоторые говорят что на маках с процессорами intel при обновлении поверх старой операционной системы могут возникнуть проблемы иногда бывает прям совсем колоссальные глюки и просто маг превращается в кирпич так называемый то есть когда он просто не включается и единство что помогает это вход в recovery mode и восстановление либо из тайм машин либо просто начисто установив новую систему просто поверх то есть отформатировав полностью системный диск и поставив с нуля поэтому еще раз подумайте нужно ли сейчас обновляться может стоит подождать хотя бы 12.1 версии mac os monterey поэтому следим за новостями я лично всегда обновляюсь где-то после нового года то есть на новогодние праздники к тому моменту как правило уже выходит несколько обновлений mac os и также все разработчики плагинов уже потихонечку выпускают новые версии своих плагинов чтобы точно стабильно работали на новый mac os поэтому я лично пока не обновлялся но вот с logic к сожалению попался так что будьте осторожны компания fender решила купить компанию presonus и presonus не против компании только что вот объявили буквально о вот таком взаимном желании о слиянии ну а точнее покупки компании presonus компании fender и обе компании за потому что как заявляет оба представителя обеих сторон что компании обсуждали вот это слияние давно и поняли что они смотрят скажем так в одну сторону в рамках развития вообще музыкальных технологий музыкальных инструментов музыкального программного обеспечения а я напомню тех кто не знал presonus довольно известная компания в первую очередь секвенсором studio one но не только они даже разрабатывать большое количество интерфейсов звуковых преампов мониторов и так далее то есть у них довольно большое количество оборудования но это же конечно же studio one такая у них главное программное обеспечение которое известно на рынке и вот теперь fender решила собственно поглотить эту компанию и еще раз напомню обе к обе стороны очень позитивно настроены и причем presonus тоже никак из-за этого не стрессует наоборот очень радуется потому что считает что fender своими ресурсами и возможностями поможет компании presonus выйти на новый уровень пока непонятно что именно будет то есть какие новые продукты совместные будут выпускаться как-то ли будет что-то меняться обновляться у самой компании presonus после слияния с fender но интересные новости все больше больше компании друг с другом сливаются на рынке я уже упоминал о focus right который тоже очень многих пытается поглотить так или иначе пока слияние не произошло по бумагам потому что пока что обе компании подали бумаги на рассмотрение комиссиями разными и прочими бюрократическими ведомствами в сша это все там не так просто потому что там очень велика вероятность возникновения монополий и все это будет проверяться но сами представители компании говорят что по идее все чуть все четко все чисто и должно пройти гладко так что будем следить за новостями продолжается эпопея с компанией родос я уже неоднократно выпусках quick news рассказывал о этой компании а именно о том что они решили переродиться обновиться и начать выпускать новые инструменты спустя много десятков лет но так или иначе мы уже видели такие некие тизеры нового инструмента mk8 родос piano и вот теперь наконец-то появились во первых фотографии уже финального релиза то есть то как вы выглядит инструмент и теперь еще и нам прилетели цены на этот инструмент и честно сказать цены конечно же у вообще не демократичные ни разу это конечно инструмент скорее такой для ценителей либо уже таких успешных музыкантов клавишников или может быть просто коллекционеров не знаю но самая дешевая цена это порядка 10 тысяч долларов причем в таком самом обычном варианте без каких-то кастомизации но также есть более расширенные версии с дополнительными встроенными эффектами и с другими материалами используемые в обшивке в корпусе там со всякими инкрустрациями деревянными и разных цветов это уже доходит до 15 тысяч долларов но самое интересное в том что все инструменты собираются вручную и разработчики сразу сказали что будет очередь живая очередь то есть они планируют делать порядка 50 инструментов в месяц больше они просто не справиться со сборкой инструментов и поэтому если сейчас вдруг хлынет волна вот этих самых ценителей инструмент родос чтобы купить как можно быстрее новый инструмент то скорее всего будут задержки между оплатой и поставка инструмента но опять же инструмент будет собираться в индивидуальном порядке под каждого человека не то чтобы прям кастом-шоп но в любом случае это будет такой нефабричный вариант а все таки собранный конкретный заказ так что довольно интересно не знаю вряд ли у нас кто-то будет покупать этот инструмент но вдруг если какие-то ценители где-то найдутся и приобретут при хоть музей или в какой-нибудь концертный зал будет интересно посмотреть и послушать пощупать этот инструмент но вот здорово что компания родос все-таки не просто так обещала действительно уже быстрыми темпами обнародовал новый инструмент и совсем скоро обновить свой сайт пока он таком очень неработающим скажем так состоянии просто как такая заставка но в декабре уже вроде обновят все разделы и можно будет совершить заказ этого инструмента прям непосредственно с сайта привет коллега встречаем ежемесячная подписка одно видео за 2 рубля все как вы любите много за недорого как тебе такой илон маск полный доступ 24 на 7 к абсолютно всем курсам без ограничений формате ежемесячной подписки как это работает например выбираем тариф живая музыка он состоит из 490 видео уроков на данный момент это 28 курсов вот его содержание с выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета как получить доступ нужно купить подписку на этот тариф нажимаем кнопку купить и мы попадаем на сервис бусти где и происходит вся магия здесь мы уже все подготовили отсортировали по полочкам сделали удобную навигацию все в одном месте жмем подписаться проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик выбираем количество месяцев для подписки жмем купить и готова так что шутки в сторону коллега пора обучаться по крупному действуйте прямо сейчас старый добрый про тулс также обновился вышло новое октябрьское обновление 20 21.10 и все пользователи или подписчики про тулс могут получить это обновление абсолютно бесплатно и что самое интересное про тулс в этот раз прям очень поспешили с обновлением то есть он вышла вот вот прям сразу после обновления у apple своих продуктов и своих операционных систем и что интересно что теперь про тулс полностью поддерживать новый процессор м1 также м1 про м1 макс то есть довольно быстро они подготовились и сам про тулс изменился ну точнее обновился в точке зрения интерфейса то есть появились более контрастные цвета более модные цвета как у всех современных секвенсоров то есть разработчик видимо решили догонять остальные секвенсоры потому что это такой самый на мой взгляд консервативный секвенсор на сегодняшний день который очень прям вот так вот неохотно поддается каким-то изменениям и обновлениям но здесь в этом году они поспешили и поторопились точнее скажем и сделали очень быстро и довольно масштабно и помимо интерфейса также появились новые функции но возможности появилась интеграция с на этих инструмент контроллерами то есть если у вас например есть какой-то контроллер от на этих инструмент то он будет максимально интегрирован с про тулс теперь с новой версии вы можете прям с контроллера управлять различными параметрами внутри про тулс довольно интересно появилась также дополнительная маршрутизация всякие возможности по направлению с одной дорожки другую шины на другую шину и так далее то есть про тулс обновился еще раз повторюсь поэтому если вам это интересный вы пользователь этого секвенсора не забудьте обновиться канадский продюсер фрэнк дюкс анонсировал свой собственный инструмент но он называет его синтезатором называется этот инструмент за принц и он является таким скажем так набором звуков которые очень любят использовать своих треках этот продюсер и которые также засветились в разных известных треках дрейка вы кенда и прочих известных музыкантов и по сути все что сделал фрэнк дюкс это вместе с командой разработчиков упаковал самые такие любимые свои звуки с разных своих аналоговых синтезаторов драм-машин других синтезаторов просто упаковал в такой некий движок и как сам заверяет сам фрэнк инструмент максимально простой то есть это такой easy to use плагин который не предназначен для какого-то продвинутого пользователя и может пользоваться даже самый вообще начинающий музыкант и даже не профессиональный музыкант который просто для себя хочет какие-то биты поделать и так далее и инструмент просто сводится к тому что есть некий набор ну скажем так базовых сэмплов в пресетов из которых происходит смешение то есть можно делать blend между двумя разными источниками звука и за счет этого бленда получать какой-то свой тон тембр и обрабатывать встроенными эффектами там конечно же есть фильтр там конечно же есть огибающие там также есть всякие встроенные эффекты типа дисторшна хоруса дела и так далее и используя все это в довольно простиком и компактном интерфейсе можно получать звуки вдохновленные собственно фрэнком но переделаны на свой лад с помощью вот этих дополнительных возможностей так что кому интересно такое звучание кто любит работы фрэнка дюкса и хочет скажем так побыстрее добиться похожего звучания в своих треках вот вы можете приобрести этот синтезатор и использовать его для своих продакшенов и напоследок новость от компании roland а точнее от их сервиса roland cloud которая добавила в свою коллекцию виртуальных инструментов новую цифровую копию старенького синтезатора roland jd 800 это для тех кто не знает синтезатор 91 года и вот собственно к 30-летию этого инструмента они выпустили цифровую модель и как заверяют сами разработчики это не просто набор сэмплов и какой-то постобработки упакованный в некий движок а это непосредственно мощный синтезатор который прям в реальном времени генерирует звук то есть он максимально работает как аналоговый тот самый синтезатор потому что звуки каждый раз чуть-чуть разные и ну собственно полностью смоделирован движок этого синтезатора там присутствуют оригинальные пресеты и также добавлен новые современные пресеты для этого инструмента и у всех у кого есть подписка на roland cloud уже могут себе скачать этот инструмент напомню что подписка стоит 200 долларов в год и вообще рон клауты довольно большое наследие инструментов roland в виде цифровых версий и драм-машины и синтезаторы и они конечно очень жручие кто имел дело с ними знает о чем идет речь и учитывая то что обещают здесь разработчики в gd 800 там тоже потребуются ресурсы знатные чтобы воссоздать вот эти все тонкости и нюансы генерации звука но так или иначе этот синтезатор уже такого скажем нового поколения по сравнению с тем что было вот модно несколько лет назад выпускать напомню что все разработчики порядка выпускались он наследие 80-х годов а там был свой подход к синтезу звука и идеология скажем так то в 90-х это методика начала меняться начали меняться алгоритмы появляться новые эффекты модуляции встроенных эффектов синтезаторы и вот собственно roland решила тоже вот из этой декады скажем так из инструментов 90-х годов добавить свою коллекцию вот этот gd 800 так что всем кому интересно переходите по ссылке в описании либо заходите свой аккаунт roland cloud если он у вас есть и пользуйтесь этим инструментом что же на сегодня это были все новости спасибо вам большое за просмотр надеюсь вам было интересно пишите в комментариях какая новость вас больше всего удивило и увидимся с вами следующих выпусках как news а также видео на нашем канале logic про help напоминаю что совсем недавно у меня здесь вышел масштабный обзор обновления 10.7 logic также у нас на канале уже очень много видео лежит по поводу работы logic разных плагинов и так далее можете переходить если вы новенький на нашем канале велкам переходите смотрите много видео ответов и также не забывайте вступать наш закрытый клуб telegram чат просто переходите по ссылке в описании оставляйте свои контактные данные вам придет приглашение в наш чат и всегда пишите задавайте вопросы здесь комментариях или в телеграме по поводу лоджика по поводу плагинов я всегда рад поделиться опытом обменяться с вами опытом и задавайте какие-то вопросы если вопросы будут интересны и связаны с лоджиком то я на этом канале выпущу обязательно видео ответ с решением тех или иных проблем так что будьте на связи обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик чтобы не пропускать новые видео но мы с вами увидимся следующих видео с вами был дмитрий урсул всем пока